Герман Эдуардович и Валентина Георгиевна уже не один месяц пытаются разобраться с наболевшим вопросом о капитальном ремонте. Говорят, что в прошлом году оплатили все до копейки. В 2016-м уже успели перевернуть интернет в поисках информации о предоставлении льгот пенсионерам. Вот отсюда у меня и вопрос. Мы 87-82, мы ветераны, мы заплатили все взносы. Мы льготники или нет? Теперь, а как, если вдруг мы льготники, как эти льготы оформить? Кто попадает под льготы? Куда идут деньги? Стоит ли платить вообще? Вопросов у горожан хоть отбавляй. Наталья уже выяснила, что как инвалиду третьей группы, денежные выплаты ей не положены. Однако вопрос, стоит ли платить за капитальный ремонт, женщину волнует до сих пор. Некоторые, как бы, про обывающие компании, наоборот, говорят своим жильцам, не платите. Мы будем добиваться, чтобы все у нас оставалось. И если вы заплатите, то будем эти деньги потом через суд возвращать. А если вы не заплатите, то мы все это добьемся. И потом эти деньги чисто уже напрямую пойдут в нашу компанию. Государство грозится пениями. Такая ситуация, что непонятно. Очень много вопросов. Больше вопросов, чем ответов. Но все же ответы на некоторые вопросы уже есть. С этого года на компенсацию за оплату капитального ремонта могут рассчитывать не только инвалиды первой и второй групп, но и родители детей-инвалидов. Денежная выплата составит 50% от общей суммы. Подобный перерасчет ожидает неработающих пенсионеров, достигших 70 лет. Все уплаченные в этом году взносы на капремонт вернут лишь пожилым людям от 80 лет. За прошедший период 2015 года перерасчетов каких-либо произведено не будет. Но вот в законе, как я сказал, четко указано, что граждане, которые имеют право и обратятся до 1 ноября 2016 года, им компенсация расходов будет предоставлена и, соответственно, будет произведен перерасчет, начиная с 1 января. С вопросом о компенсации этим горожанам следует отправляться в отделение соцзащиты по месту жительства. Но есть и нюансы. Чтобы специалисты рассмотрели заявление, потенциальным льготникам необходимо будет подтвердить право собственности на жилье, а также не иметь никаких задолженностей по жилищно-коммунальным услугам. Получить дополнительную информацию магнитогорцы могут по телефонам горячей линии.